Здравствуйте, дорогие друзья! Как и обещала вам в прошлом ролике, сегодня мы с вами разберём, что нас ожидает в 2024 году. Какие пособия, пенсии, медуслуги? Что меняется с 1 января в социальной сфере? Что будет с минимальной зарплатой и пенсиями? Что меняется в медицине? Что будет с пособиями для семей с детьми? Какие вообще изменения ждут жители Латвии в социальной сфере? Давайте сначала разберёмся минимальная зарплата и социальные пороги. С 1 января 2024 года в Латвии на 80 евро будет увеличен размер минимальной заработной платы. Теперь он составит 700 евро до уплаты налогов. Поэтому вырастают различные социальные выплаты. Гарантированный порог минимального дохода для одиноких или первого члена семьи, домохозяйства, составит 137 евро. Ранее было 125 евро. Для остальных членов семьи 96 евро. Ранее было 87,5 евро. Порог дохода нуждающегося составит 343 евро. Ранее было 313 евро. Для остальных членов семьи 240 евро. Ранее было 219 евро. Порог дохода малообеспеченного составит 343 евро. Ранее было 313. Для остальных членов семьи 240 евро. Ранее было 219 евро. Максимальный порог дохода малообеспеченного составит 549 евро. Ранее был 501 евро. Для остальных членов семьи 384 евро. Ранее было 351 евро. Если это вас касается, запоминайте эти цифры, ставьте на паузу, записывайте и радуйтесь. Видите, повысили нам денежки. В рамках программы Европейского социального фонда по снижению материальной незащищенности с 1 января 2024 года будут получать поддержку семей с низкими доходами, ежемесячный доход которых не превышает 411 евро на первого или единственного члена домохозяйства и 288 евро на каждого следующего члена семьи. В настоящее время этот порог составляет, соответственно, 376 и 264 евро. Стоит напомнить, что указанные выше социальные пороги являются основанием для получения различных видов помощи, в том числе жилищного пособия, пособия на медицинское обслуживание, пособия на оплату коммунальных долгов, поддержка в получении образования, пособия на начало самостоятельной жизни после прекращения долгосрочного социального ухода и реабилитационных услуг для взрослых, пособия по социальной реабилитации. Для получения пособия необходимо обращаться в самоуправление. Прогнозируется, что в Риге число получателей помощи может вырасти примерно на четверть, что потребуется дополнительного финансирования. За 9 месяцев 2023 года статус малообеспеченных в Риге получили 12 тысяч 950 человек. Теперь давайте разберем, что будет с пенсиями. Пенсии нас интересуют? Коротко. Увеличатся минимальные пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца, а также государственное социальное пособие. Постепенно восстанавливается доплата за страховой стаж до 1995 года. С 2024 года в Латвии увеличится минимальная пенсия по старости. База расчета минимальной пенсии по старости увеличится со 157 до 171 евро. Для инвалидов с детства со 188 до 206 евро. Минимальный размер пенсии по старости определяется путем применения к расчетной базе коэффициента 1,1 за каждый год стажа, превышающего 15 лет, сумма увеличивается на 2% от расчетной базы. Кроме того, увеличится минимальная пенсия по инвалидности. База для расчета минимальной пенсии по инвалидности увеличится со 157 евро до 171 евро. Для инвалидов с детства со 188 евро до 206 евро. Ну, я вам уже сказала это. Для третьей группы инвалидности пенсия равна расчетной базе. Для первой группы применяется коэффициент 1,6. Для второй группы 1,4. Увеличится также минимальная пенсия по потере кормильца. Ребенок в возрасте до 7 лет будет получать 171 евро. Ранее он получал 157 евро. Для людей с инвалидностью с детства пенсия вырастет со 188 евро до 206 евро. Государственное пособие для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не накопил достаточного страхового стажа для начисления пенсии по старости, увеличится с нынешних 125 евро до 137 евро в месяц. Размер пособия по потере кормильца назначается вместо пенсии, когда у покойного родителя не было соответствующих социальных отчислений. Для детей до 6 лет включительно увеличится со 157 до 171 евро в месяц. С 7 лет со 188 до 206 евро в месяц. Право на государственную пенсию по старости в 2024 году будут иметь лица, достигшие возраста 64 лет и 9 месяцев, если стаж страхования составляет не менее 15 лет. Люди, страховой стаж которых составляет не менее 30 лет, имеют право выйти на пенсию досрочно, то есть за 2 года до достижения пенсионного возраста. Важно! С 2024 по 2029 год к пенсиям по старости и инвалидности, назначенных в период с 2012 по 2028 год, будет постепенно восстанавливаться доплата за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года. В 2024 году доплату получат люди, вышедшие на пенсию в 2012 году, в 2013 году и в 2014 году. Тем, кто с 1 января 2024 года будет иметь право на доплату за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, доплата будет назначена с 1 января 2024 года и выплачена одновременно с пенсии за апрель 2024 года. Теперь давайте разберемся, что меняется в медицине. Коротко. Вырастут зарплаты врачей и медицинского персонала. Будет расширен спектр оплачиваемых государством медицинских услуг. Средняя зарплата врачей и функциональных специалистов с 1 января 2024 года составит 2304 евро в месяц. Персонал, который занимается лечением и обслуживанием пациентов, а также ассистенты функциональных специалистов будут зарабатывать 1388 евро. А те, кто оказывает поддержку в лечении и обслуживании пациентов – 925 евро. С 2024 года будет расширен список оплачиваемых государством медицинских услуг. Сейчас у людей с онкологическими заболеваниями после прохождения курса химиотерапии может быть снижена репродуктивная функция. Препараты химиотерапии воздействуют на сперматозоиды и яйцеклетки. Поэтому их развитие, созревание и полноценная деятельность впоследствии могут быть нарушены. Поэтому с 2024 года пациенты с онкологией, как взрослые, так и дети получат возможность сдать и поместить на хранении свой репродуктивный материал перед началом химиотерапии. Такая услуга будет оплачиваться государством до курса химиотерапии. Хранение половых клеток сейчас планируется не дольше 10 лет с момента замораживания. Минздрав также намерен включить стоматологические услуги и очки, как линзы, так и оправы, в перечень оплачиваемых государством медицинских услуг для пациентов, получающих длительное психиатрическое лечение в стационаре. Со следующего года в список оплачиваемых государством услуг войдет палеоативный уход мобильной команды по месту жительства пациента. Получить услугу на всей территории Латвии смогут совершеннолетние лица, имеющие соответствующее решение консилиума о назначении палеоативной помощи. Государство также предоставит самоуправлением софинансирование для ухода на дому за детьми с тяжелыми и очень тяжелыми функциональными нарушениями, которым Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности установила инвалидность и выдала заключение о необходимости специального ухода. Софинансирование будет продолжаться не дольше, чем до достижения 24-летнего возраста. Вознаграждение ассистентам для людей с инвалидностью будет увеличено на 6% и составит 5,42 евро за час работы. Кроме того, оплачиваться будет вторичное амбулаторное лечение для беременных женщин и женщин после родовой период до 70 дней. Услуга будет распространяться на пациенток, у которых внезапное заболевание или обострение хронического заболевания может угрожать здоровью или течению беременности. До конца 2024 года планируется продолжить проведение лабораторных исследований для определения COVID-19. Это связано с соображениями эпидемиологической безопасности. Кроме того, Минздрав намерен до конца 2024 года продолжить обеспечивать медицинскую транспортировку и услуги стационаров для граждан Украины в связи с войной с Россией. Оплачиваемые государством инсулиновые насосы для пациентов с сахарным диабетом в возрасте до 24 лет станут более доступными. Национальная служба здравоохранения будет оплачивать принадлежности для одноразовых инсулиновых насосов действующим пациентам, а также инсулиновые насосы и одноразовые принадлежности для новых пациентов в возрасте до 24 лет. Поврежденные насосы будут менять. Минздрав также сообщает, что Рижский центр психиатрии и наркологии будет включен в список специализированных медицинских учреждений В-уровня. А в приемном отделении этой больницы будут оказываться телемедицинские услуги. Психиатр будет предоставлять удаленные консультации по рабочим дням. В Латвийском центре морской медицины будут обеспечивать стационарные услуги по профилям терапии и уход за хроническими пациентами. Остальное я вам прочитаю завтра, потому что статья очень большая, все не запомните все равно, а завтра вы это послушаете. Хорошо? Те, кто не смотрел мой прошлый ролик, который я сняла буквально вчера, ну вот, можете посмотреть. Я думаю, что вам понравится. До встречи!